Привет! Меня зовут Александра Мартыщенкова и я работаю артисткой балета в ансамбле танца Сибири имени Михаила Гаденко. Моё первое путешествие за границу случилось, когда мне было лет 10. Я вместе с хореографическим ансамблем, в котором я танцевала, ездила на международный фестиваль в Германию. И, конечно же, для меня это было целое событие. Нужно вспомнить то время, это было ближе к концу 90-х, чтобы понять, насколько тогда самая прогрессивная страна Европы отличалась от города Красноярска. Меня в том путешествии поражало всё, начиная, наверное, от дверей на фотоэлементе, которые невообразимым для меня образом открывались и закрывались сами, заканчивая суперсовременными аквапарками. Я не умела плавать, боялась воды, но я ходила между бассейнами и горками и просто замирала от восторга. Мне этого было достаточно. И это была весна, как раз такое предпасхальное время, а это и по сей день для меня остаётся самым красивым и удачным временем путешествия в Европу, как перед Рождеством, так и перед Пасхой, потому что всё наряжается, преображается во всю пасхальную атрибутику, и это очень красиво, очень эффектно и впечатляет. Это как раз история из разряда, когда очень сильно искренне чего-то хочется, однажды наступит момент, и всё будет складываться, чтобы реализовать это желание. Вот как раз мечта о путешествиях, она была, наверное, моей неосознанной мечтой с самого раннего детства. Я очень любила читать приключенческие романы, какие-то исторические саги, травологи, как это сейчас называют, или попросту путевые заметки. И это всё как раз, наверное, взрастило во мне некий дух авантюризма, который заставляет меня и заставлял всегда собираться и куда-либо отправляться. Когда я пришла в ансамбль, я начала немного ездить, какие-то были такие небольшие путешествия. И в какой-то момент как раз у меня было очень сильное желание, и на это желание мне Вселенная начала создавать все возможные условия и помогать только, чтобы я реализовала это желание. И в годы 2011, наверное, да, я начала активно путешествовать. Это были такие большие прям поездки с несколькими странами за раз, по долгу. Мне очень нравилось и нравится до сих пор путешествовать одной. Это большой опыт и серьёзный опыт, который в дальнейшем играл весомую роль в моём становлении. Но спустя какое-то время я поняла, что мне очень важно этим делиться. И мне не так значимо было, поедут ли люди со мной. Главное было пропагандировать путешествия, мотивировать на поездки. И я начала составлять маршруты своим знакомым, каким-то знакомым знакомых. Покупала, бронировала билеты, гостиницы. Занималась оформлением виз. В общем, делала весь полный цикл, только лишь бы людей сагитировать на какую-то поездку. И через несколько лет я, наверное, пришла к третьему этапу в своих путешествиях. Я поняла, что я хочу сама возить людей, показывать то, что я видела сама, то, что я испытала. Потому что путешествия для меня — это как искусство, когда несколько людей могут смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разную картинку. И мне сильно захотелось делиться именно своей картинкой, своими переживаниями, теми ощущениями. И то, что я вижу и замечаю в путешествиях. И я занялась организацией своих авторских туров, где я выступаю и гидом, и организатором, и водителем, и переводчиком. В общем, всё-всё-всё в одном. Я организовала уже несколько путешествий. Это были поездки в разные концы, с разной совершенно тематикой для разной аудитории. Есть у меня несколько мест и стран, любимых моих стран, куда хочется возвращаться. Это и Франция, это с Доломитого Альпы, озера Гарда, Сингапур. Но та страна, которая останется в душе у меня навсегда, это без сомнения Грузия. Мне сложно объяснить словами эту любовь, но это всё на уровне ощущений. Вот только пересекая границу с Грузией, всё совершенно внутри меняется. Ты становишься в одно и то же время спокойным и ликующе радостным. И такое ощущение, как будто ты приехал домой. Я не знаю, что это. Это, наверное, всё в совокупности. И легендарное грузинское гостеприимство, когда тебе все рады. И эта вкуснейшая кухня, и потрясающие горы, и культурное достояние, архитектура, которую ни с чем не спутаешь. Как божественно там поют и играют на Бандурии. Всё и создаёт какую-то невероятную влюблённость в эту страну с первого раза и навсегда. Английский язык и знание английского языка совершенно не гарант успешной коммуникации в путешествиях. Потому что есть такие страны, в которых с английским очень плохо. И я не говорю там про какие-то страны Азии. Это, например, та же Испания. Вот как раз все сложности, которые случались, такие небольшие, это было в Испании. И приходилось аккумулировать все свои знания испанского языка, вспоминать все четыре с половиной слова, которые я знаю. На самом деле многие боятся путешествовать, потому что вроде как не говорят по-английски. Это абсолютное заблуждение и язык жестов. И какое-то пусть малейшее знание языка, местного языка, куда вы едете, оно очень спасает и помогает. Просто нужно каждому путешествию немножко подготовиться, немножко поинтересоваться. Может быть выучить какие-то основные фразы и слова. И даже тот момент, что к вам местное население будет относиться уже по-другому, пусть вы знаете вот эти четыре с половиной слова, но к вам уже отнесутся совсем по-другому. Вам откроется больше возможностей, с вами будут хотеть общаться, показывать, рассказывать что-то, демонстрировать то, что обычный турист может быть не увидит. Именно потому, что вы немножко заморочились и вы действительно поинтересовались той страной, куда вы едете. Я довольно неплохо говорю на английском и французском языках. Начинала изучать их в школе, французский с самого раннего возраста. И по окончанию школы у меня был хороший уровень. Я его стараюсь поддерживать, это, конечно, сложно, не имея постоянной практики. Но вот однажды у меня была, выпала мне такая удача, я поработала переводчиком в гастролях для всего коллектива. И это был очень полезный для меня опыт. После я ездила на Мальту на весь отпуск, я решила заняться изучением английского уже в среде на курсах. И скажу, это самый действенный способ, потому что, когда у тебя нет возможности где-то схитрить, перейти на свой родной язык, когда ты постоянно в погружении, это дает больше результатов. Всегда стоит именно так совершенствовать свой уровень языка. Еще целенаправленно я учила испанский, когда поняла после одной из поездок, что в Испании мне английский пригождается меньше, а лучше все-таки знать испанский. Тем более, это второй по распространенности язык в мире после китайского, и для путешествия это очень полезно. И учила немецкий в Красноярске и при колледже в Берлине. В общем, на этих языках я могу так базово, начально разговаривать. Остальные языки я изучала самостоятельно. Я, поскольку увлекаюсь языкознанием, мне интересно словообразование, лингвистика, я как-то вот сама нащупывала все это и стараюсь перед поездками как-то освоить несколько слов и фраз, как я это называю, уровень выживания. И вот несколько языков я могу использовать на уровне выживания. У меня также есть один экзотический язык, грузинский. Ну, то есть, также я знаю какой-то стандартный набор слов и фраз, могу образовывать простые предложения. Но самое большое для меня достижение, это то, что я научилась читать на грузинском. Если видели этот алфавит, то он больше похож на какие-то закорючки. Короче, никто, кроме грузин, в мире не понимает эти буквы. И вот когда я научилась это все читать, я ничего не понимала, конечно же, но я могла с легкостью прочитать вывески какие-то, указатели, таблички на автобусах. Это мне тоже пригождалось, когда не у кого было спросить. Я прям чувствовала, что это моя маленькая победа. Пожалуй, расскажу одну из не так давнишних произошедших курьезных случаев. Я была на Кавказе, и случай о том, как я случайно оказалась на Эльбрусе. Я ждала свой тур в Тбилиси, который я организовывала для группы. Было лето, было очень жарко, и мне так не хотелось сидеть в городе в ожидании. Я решила эти дни скоротать где-то на природе. Поехала в Прейльбрусе. Причем я не планировала никаких походов. У меня всегда с собой есть легкие такие трекинговые кроссовки, какая-то спортивная одежда, но не более. Никакого снаряжения, ничего я не брала. И, кроме того, я была вообще с чемоданчиком. Я приехала в поселок Терском, под ножей Эльбруса. Взяла в аренду рюкзак и теплую куртку, и пошла гулять по горам. И спустя несколько дней я осознаю себя на вершине, на высоте 4,5 тысячи метров, как раз на Эльбрусе, по пути к вершине. На тот момент меня остановили, пожалуй, только мои мокрые ноги, потому что кроссовки, естественно, не готовы были к таким испытаниям. И я понимала, что нужно что-то посерьезнее, какая-то подготовка. Я спустилась чуть ниже, в Альбазу. Там альпинисты готовятся как раз к восхождению. Они такие люди всегда общительные, открытые. Накормили меня, усадили пить чай и начали расспрашивать. Думали, что я тоже собираюсь на восхождение. А я говорю, да нет, наоборот, я пришла сверху. Я была на скалах Пастухова. Это как раз вот отметка около 4,5, всем известная. И повисла такая немая сцена. Меня кинули взглядом, задержались на моих трекинговых кроссовках. И потом так, одобрительно покачав головой, сказали уважаем. Но самое сложное оказалось не подниматься на Эльбрус, а выехать вообще из этого при Эльбрусе. Я утром стоя в поселке Терскол на остановке и ожидаю маршрутку. Я вдруг узнаю, что прошел дождь, все дороги размыло. И я никак отсюда не могу выбраться. Все, автосообщение прекратилось. И вот это было как раз испытание, как не запаниковать, не заистерить, а собраться и начать решать вопрос. Я побежала в МЧС, а МЧС была кавказским. Кавказские МЧСники пока не выпьют свой чай и не съедят свой чак-чак, не приступают к работе даже в таких ситуациях. И вот мы целый час пили чай все вместе, ели чак-чак. Я как на иголках все подскакивала на стуле. В конце они заключили, что мне не о чем беспокоиться, завтра начнут эвакуировать людей, и меня первую вывезут на вертолете. Мне нельзя завтра. У меня завтра уже прилетят туристы с утра, и будет просто полный коллапс, если меня не будет. И мне не завтра, мне вообще нужно было вчера, но мне подойдет и сегодня. И какими-то способами я их уговорила довести меня до ближайшего места размытия дороги на своей честной машине. Там я выскочилась со своим чемоданчиком через лес, пошла в сторону Тбилиси. Там несколько участков сохранилось целой дороги, и из ближайших деревень там еще как-то ездили машины. Я ловила попутки, доезжала до следующего момента размытия дороги, и опять шла пешком через реку, через лес, через дороги. В общем так, часа 4 я добиралась 30 километров. Один раз я даже поймала кофемобиль, там негде было сидеть, чтобы было заставлено коробками. Ну и там же есть кухня. И я сидела в раковине, дорога разбитая, меня шатала. Ну вот я, вцепившись руками в раковину, доехала благополучно. И к счастью, к вечеру, даже к ночи, наверное, я оказалась в Тбилиси. Это тоже было отдельное приключение, отдельная история, как я переходила границу. Там, где нельзя переходить пешком, а только автотранспорт, то я была пешком, но это уже совсем другая история. Побывала я где-то в 53 странах, могу ошибиться плюс-минус. В некоторые я приезжала неоднократно в какие-то уже более пяти раз, и так и буду продолжать возвращаться. Были также не самые популярные в плане туризма страны. Это Афганистан, Таджикистан, Албания, страны Северной Африки. Был вполне себе экстремальный опыт, но все благополучно и хорошо заканчивалось. У меня очень длинный список того, куда я еще хочу отправиться. У меня есть готовые уже маршруты и какие-то идеи для путешествий. Они ждут своего часа. Вот, ну, скажу, наверное, то, что у меня сейчас в топе. Это Непал. Обязательно два главных трека в Гималаях, вокруг Анапурны, к базовому лагерю Эвереста. Хочу в Африку, ЮАР, Куанго и Танзания съездить на сафари и подняться на Килиманджаро, наконец. Это Аргентина. Очень хочу поучиться аргентинскому танго, которым я увлекаюсь, но уже непосредственно на его родине. И, опять же, там потрясающая Патагония. Это горы, снежные пики. В общем, обязательно стоит туда сходить. Много чего хочу. Хочу в Монголию поизучать этнографию степи. Хочу в Иран такой, не похожий ни на что. Это древнейшее государство. Хочу на ледополе сходить в Арктику, заполярный круг. Идей масса, желаний вообще еще больше. Дело было в Малайзии. Я была в каком-то вьетнамском районе. И там были заведения, которые подавали, у которых в меню была Кобра. И весь интерес был в том, как они ее подавали, как разделывали, как это все дело поедалось. Зрелище было, конечно, жутковатое. Я не решилась сама на такой гастротомический эксперимент. Но наблюдала за этим всем очень завороженно. Прям не оторваться было. В общем, Кобри обрезают голову и выдавливают всю кровь в стакан с водкой. Это то, чем потом будет запиваться блюдо из Кобры. Мясо как-то жарят, режут. В ход идет даже шкура. Она такими тонкими пластиками и хрустящими, как чипсы, потом становится. И суть обряда, иначе это было бы просто убийство Кобры. Суть обряда в том, что нужно вынуть ее сердце и проглотить его. А сердце Кобры, оно бьется еще 15 минут после того, как ей отрезали голову. Вот значит, глотают это сердце, запивают кровью с водкой. Потом то же самое нужно проделать с желчью. И уже в конце съедается вот это мясо Кобры. И все, опять запивается водкой с кровью. В общем, жутко немножко. Я сначала думала, что какой-то туристический аттракцион. Но потом поузнавала, поспрашивала. Это, оказывается, какая-то вьеднамская традиция. Ну, во-первых, нужно не бояться и попробовать спланировать свое путешествие самостоятельно. Продумать все детали. Пусть это будет для начала что-то совсем несложное. Но это будет ваше первое творение, где вы учтете все свои пожелания и сами поработаете над этим. Благо сейчас очень много ресурсов в интернете и можно найти любую, абсолютно любую информацию. Как сэкономить в путешествии, где покушать, где остановиться вообще на любой вкус. И множество лайфхаков, как путешествовать недорого, где найти попутчиков. В общем, все-все-все и в век информационных технологий путешествия становится намного ближе и проще, чем это было раньше. Во-вторых, опять же, не бояться и общаться с людьми, разговаривать с ними, спрашивать, интересоваться. Поверьте, люди это самое главное сокровище в путешествиях. Ни архитектура, ни природа, ничего другое, а именно люди и истории за ними стоящие. Третье, но это, наверное, даже самое главное, это просто решиться и выйти за порог своего дома и за рамки своих ограничений. Путешествие же это не обязательно дорого и далеко. Путешествие это точно так же проснуться утром воскресенья и пойти на столбы, отыскивая тропы или поехать за город на какой-нибудь новой, незнакомой вам дороге. Просто нужно поймать нужное настроение и отойти, наверное, от привычного. Путешествие это ваш взгляд на мир. Не важно, как далеко вы ушли от дома и сколько денег потратили. Для хорошего путешествия важно лишь, какие истории вы привезете обратно и какого нового себя вы вернете домой.